Дорогие друзья, приветствую каждого из вас, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Хочу сказать буквально пару слов о том, что сейчас здесь происходит. Вот сегодня последний день конференции, ЮС, которая прошла, и мы сейчас хотим снять эту проповедь для вас, потому что на первом собрании, именно на открытии, я проповедовал это слово, и, к сожалению, по техническим причинам мы не смогли записать для того, чтобы опубликовать для вас, и поэтому мы сейчас снимаем буквально в пустом зале, но мы верим, что это слово важно для каждого из вас, и мы не хотели вас оставить просто так. Мы специально здесь для того, чтобы записать это слово. Мы верим, что это слово благословит вашу жизнь. Поэтому примите это от нас как к служению вам, и откройте ваши сердца для того, чтобы слово Божие попало прямо в ваше сердце и принес великий плод. Поэтому давайте в самом начале мы вместе помолимся и попросим, чтобы Господь вел нас в этот вечер, в этот день или утро, я не знаю, какое время вы будете смотреть, но, тем не менее, я верю, что в то время, когда вы будете смотреть, и ваше сердце будет открыто, Господь будет говорить с вами. Давайте коротко помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы это время, которое у нас есть, Господь, оно благословило нашу жизнь. Я молюсь, Господь, что то откровение, которое Ты дал мне, я передам дальше, Господь, и прошу Тебя, чтобы это слово достигал людей, Господь, помогал нам меняться и изменяться, Господь, становиться лучше, становиться похожим на Тебя. Отец, спасибо Тебе за возможность слушать проповеди, поклоняться вместе, Господь, находиться в Твоем доме, в Твоем присутствии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я хочу поделиться с вами этим словом. Но для начала я хотел, чтобы мы прочитали этот отрезок из Священного Писания. Это 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. Я бы хотел, чтобы мы сначала прочитали его целиком, и после этого мы пройдемся по каждому слову, по каждому стиху. И тогда я хотел бы, чтобы мы вместе просто обновили свою жизнь, проверили свою жизнь вместе с этим словом, который Бог дал нам. Давайте вместе прочитаем. Итак, 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. Здесь написано так. «Я под данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании и золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. «Разве не знайте, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольшает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, но, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Сегодня мы будем говорить именно это, будем говорить вокруг этого местописания. И поэтому мы далеко не уйдём. Будем углубляться в это слово, и чтобы Господь говорил с нами. Говорил, что Он хотел бы сказать. Когда я прочитал это местописание, когда готовился к конференции, я почувствовал, что это слово самодостаточное. Как бы никуда не хочется идти. Это как целое послание, которое сегодня актуально говорит в нашу жизнь. Потому что то время, в котором мы сейчас живём, оно очень особенное. Я думаю, как и я, так и вы пережили перемены в своей жизни. Например, я помню, что я долгое время пребывал дома, не выходил даже из дома. Находился там, был где-то на удалёнке, работал, делал разные вещи, но моя жизнь изменилась. И знаете, что интересно, что в этом году случилось всё, чего мы никогда не ожидали. Мы никогда не могли представить даже, что наша жизнь настолько изменится. Но при этом были и плохие вещи. Были плохие вещи такие, как, например, пожары, войны, пандемия. И много смертей. Абсолютно много смертей. Я лично пережил даже среди своих близких людей. Экономика, кризис, трудности в взаимоотношениях, разводы. Одно из таких сильных вещей тоже, что показала пандемия, когда люди оказались дома, муж с женой, они поняли, что они не могут вместе жить. И мы увидели, как много разводов было в течение этого времени. Также ограничение передвижения, когда люди не могли ездить, и до сих пор даже трудно куда-то ездить, особенно если мы говорим о разных странах. Мы видим, как жизнь изменилась. Мы видим, как люди изменились. Мы видим, как отношение во многом к разным вещам изменилось. Но когда все только это начиналось, мы даже думали о том, что скоро все закончится. Я помню, это был март месяц, и когда нам сказали, что все закрывается, и мы уходим на удаленку, я помню, что мы думали так, хорошо, пару недель посидим дома, ну месяц, ну два, ну ладно, в июне точно выйдем на улицу, будем также общаться вместе, гулять в парке, отдыхать вместе, поездим куда-нибудь на море, и, конечно же, будем работать в своих рабочих местах, придем в церковь, будем славить Бога, и все такое. Но, к сожалению, так не произошло. И мы до сих пор, мы видим, как болезни, мы видим, как затянулась вся эта история. И знаете, что правда? Никто не знает, когда все это закончится. Но мы имели надежду, что все вернется на круги своя. Наша жизнь изменилась, и скажу так, я думаю, что мы никогда больше не вернемся к той жизни, в которой мы жили. Я думаю, что многие вещи, которые мы увидели, или даже научились, я даже больше скажу, мы, может быть, даже привыкли к тому, что сейчас у нас есть, это никогда не позволит нам. Даже когда можно будет ездить и делать разные вещи, мы, возможно, изменимся и не вернемся к каким-то таким вещам. Ну, например, такие вещи, как планерка. Я помню, что мы постоянно собирались вместе где-то, чтобы планировать что-то и так далее. Но даже имея сегодня возможность собираться вместе где-то, мы иногда предпочитаем позвонить друг другу просто по интернету. И я думаю, что наша жизнь не изменится. И многие за это время, как я говорил уже, что начали работать удаленно. Расскажу одну историю. Мы с моей женой Марией, мы гуляли здесь в парке Сокольники за нашей церковью. Там есть небольшой пруд. Мы там отдыхали, когда уже можно было выходить в парки. И там, знаете, есть небольшое место, такое озеро, где люди купаются. И там же стоит такая вышка, где сидит спасатель, который, по сути, должен сидеть там для того, чтобы в случае чего помочь людям. И мы когда посмотрели там, на этой вышке никто не сидел. Никто. И мы спросили, а где спасатель здесь? И тогда нам сказали, я не знаю, шутки или нет, но нам сказали, что он работает на удаленке. Даже спасатели сегодня работают на удаленке. Может быть, конечно, это шутка, скорее всего. Но тем не менее, мы видим, как жизнь изменилась. Церкви закрывались. Наверное, вы помните, или, может быть, даже сейчас, когда вы смотрите эту трансляцию, может быть, вы смотрите в такого города, в такого места, где церкви закрыты, и сегодня нет возможности посетить церковь. Многие перешли в онлайн. И знаете, что самое интересное было? Когда мы думали, что церковь, когда откроется, многие люди, наверное, соскучились по церкви. Может быть, ты сидишь и сейчас думаешь, что я соскучился церкви. А может и нет. Потому что многие пасторы во всем мире, когда думали, что вот пандемия заканчивается, и когда закончится, когда мы откроем двери, люди просто будут бегать в церковь, потому что они так сильно соскучились. Но также хочу сказать, что многие были в шоке от того, что они не увидели людей, которые до этого ходили в церковь. И мы видим, что многие, которые оказались в своем доме, оказались в изоляции, пережили что-то, из-за чего они не смогли вернуться обратно в свою жизнь. И многие потерпели, наверное, крушение своей веры. Я думаю о том, что 2020 год — это был настоящий тест для многих христиан, для того, чтобы они поняли, христиане ли они на самом деле или нет. Итак, я сегодняшнюю проповедь свою назвал так. Тест перед проверкой. Тест перед проверкой. Я думаю, что 2020 год — это был годом, когда каждый из нас пережил что-то или проверил свою христианскую жизнь, особенно если вы христианин. Я хочу именно говорить о христианской стороне. Понятно, что есть много различных сфер, которые затронуло именно пандемию, но я хотел бы поговорить именно о нашей вере. Потому что лично я, оказавшись дома, закрытый в квартире, я понял, я христианин или нет. Я как будто пережил что-то такое, что я не хожу в церковь, я не встречаюсь с своими христианскими друзьями, я не хожу на домашнюю группу, у нас нет времени определенной для молитвы. Вот есть я и Господь. И в этот момент я смотрел свою христианскую жизнь и думал, а христианин ли я, когда я и Господь? Когда нет никого, кто меня вдохновляет, когда нет на сцене людей, которые прославляют Бога, когда никто рядом не стоит и говорит, давай вместе будем служить Богу. Знаете, что это было настоящим тестом для моей веры. Я также думаю, что это был тестом для вашей веры. Но самое интересное, то, о чем я хочу сказать, что это настоящий тест перед настоящей проверкой. Я думаю, и мы с вами читали сейчас Коринфина, о том, что придет время, у которого у каждого дело проверится. И я хотел, чтобы сейчас мы прошли еще раз по этому местописанию, которое заложили сам в начале и разобрали Слово Божие. Что он имеет в виду, когда мы говорим о будущем, о том, что грядет, и о том, что однажды каждый из нас предстанет перед Господом, и его жизнь будет испытана. Давайте пойдем с того, что прочитаем с 10 стиха, 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стиха. И здесь Павел начинает с таких слов. Он говорит, я подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И здесь Павел в самом начале, он говорит об основании. Он говорит о том, что я положил основание своей веры, и основанием моей веры является Иисус Христос. Он говорит о том, что Иисус единственное основание, и все остальные основания не являются основанием вовсе. Другими словами, я видел христиан, которые приходят в церковь не потому, что они любят Иисуса, они не приходят сюда не потому, что они так сильно хотели поклоняться Ему, они приходят сюда потому, что им нравится атмосфера, им нравится, что есть у них здесь классные друзья, может быть разные другие вещи, но только не Иисус. И, но Павел здесь возвращает, говорит, основанием нашей веры является только Иисус, поэтому мы ходим в церковь, поэтому вы сегодня смотрите эту трансляцию. Я надеюсь, что вы смотрите нас, потому что вы хотели, чтобы Господь сегодня говорил в вашу жизнь. И он здесь говорит, основание — это Иисус. И знаете, что даже внутри церкви мы иногда научились заменить Иисуса на различные вещи. Ну, например, кому-то нравится культура, кто-то приходит в церковь, потому что ему классно здесь находиться, или у него есть классные друзья, с которыми он хочет увидеться. Может быть, тебе нравятся хорошие проповеди, или как поют, например, в прославлении в своей церкви. Но я хочу сказать, что ничто иное не должно быть основанием нашей христианской веры, как кроме веры и взаимоотношения с Иисусом Христом. Итак, я бы хотел, как Павел, наверное, как он говорит, мудрый домостроитель построить свой дом на правильном основании. И мы сейчас пойдем дальше о том, кто на чем строит свой дом. Но чтобы положить сильный, крепкий фундамент, мы должны не забывать о том, что в первую очередь наше христианство — это Христос. Это наше взаимоотношение с Ним. Никакие внешние вещи, ни благословения, ни разные вещи. Даже то, что Иисус и Господь, Который мы верим, проходят, и Он помогает нам пройти сложные, трудные пути, даже это не является основанием нашей веры. Но наша любовь к Нему является единственным основанием. И если мы начнем строить именно таким образом, тогда наш фундамент, наше христианство никогда не пострадает. И даже когда ваша вера будет испытана, и даже когда придет огонь испытать вашу жизнь, и даже когда будут штормы, и когда будет ветер, и что бы ни было, я знаю, если мы будем строить на правильном основании, наш дом будет стоять. Аминь. Пишите аминь в комментариях и пишите ваши мысли в течение этой трансляции, когда вы смотрите. Я буду рад, что мы можем поделиться с друг с другом нашими мыслями и откровениями. Римлянам 11 главе 36, он говорит так, говорит, «Наше христианское, ибо все из Него, и им, и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Другими словами, это еще одно место писания о том, чтобы наша жизнь и все, что у нас есть, все для Него, все для Него, от Него, для Него и к Нему. Поэтому, дорогие, мы положили сейчас, как мудрый домостроитель, как говорит здесь Павел, основание. Дальше будем смотреть с вами, кто на чем строит. И давайте продолжим. В 12 стихе он говорит так, «Строит ли кто на этом основании и золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть». И он здесь говорит о том, что мудрый строитель уделяет время для того, чтобы добросовестно положить основание, как мы уже это сделали, а не мудрый халтурит, он не смотрит на эти вещи. Дальше он говорит о том, что каждый из нас строит свой дом, из которого мы уже положили основание, он собирает свой дом из разных материалов. И он говорит, кто-то собирает из соломы, кто-то собирает из сена, другой из дерева, кто-то из драгоценных камней, из серебра и золота. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами пошли и посмотрели, что это означает, что значит «я вот христианин в 2020 году, на чем я строю свое христианство? Какие материалы я использую для строительства своего собственного дома?» Я бы хотел дать вам некое понимание каждой из этой детали. Итак, давайте вместе посмотрим. Первое — это солома. Солома — это образ того, что люди не готовы платить цену. Люди, которые не могут принести плода пребывающего. Это люди, которые что-то делают для Господа, но их отношение такое. А, и так сойдет. Ну, ничего страшного, что я вот что-то сделал, но не до конца сделал. Ну, ничего страшного, что так. Это может быть в чем-то маленьком. Я, например, когда прихожу в церковь, я хочу, чтобы в нашей церкви было красиво, было уютно и чисто. И когда я иду по фойе или где-то, я вижу, что даже фантик где-то лежит. Я стараюсь брать это и выкинуть в мусорку, потому что я хочу, чтобы в нашей церкви было хорошо. Но тот человек, который строит свою жизнь на Соломе, он смотрит и говорит, ну, церковь весь, ну, и так классно. Или, например, это человек, который может сказать, ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного, что так бывает. Ну, ничего страшного, что я не прочитал Библию сегодня. Ну, Бог же меня любит. Правильно. Если от того, что читаю я Божье Слово или не читаю, от этого же ничего не меняется. Правильно? Ну, прочитаю я через месяц или прочитаю я потом. Или вообще, может быть, не надо читать Библию. Люди, которые думают, что в своей христианской жизни может быть такая, ничего страшного, что так происходит. Ну, ничего страшного, что я чуть-чуть выпиваю. Ничего страшного, что после церкви я иду и ругаюсь и матерюсь другими людьми. Ну, я же прихожу к Богу потом. Ну, я же прихожу все равно церковь. Ну, я же далеко не ухожу. Ничего страшного. Это люди, которые просто живут и делают какие-то разные вещи, и им все равно. Они говорят, ничего страшного, и так сойдет. Или говорят, и это можно, и это можно. Ну, я и здесь попробую чуть-чуть, и здесь попробую. Я и к Богу приду, да и пойду в мир, посмотрю, что там происходит. Такие люди, Библия говорит, что они строят свою жизнь из соломы. И когда огонь придет в их жизнь, он просто сожжет, испытает свой дом. И знаете, что, к сожалению, такой дом, который строился из соломы, не сможет выдержать. Следующий пункт, или следующий, из чего можно строить свой дом, Библия здесь говорит, дерево. Дерево — это что-то ненадежное, абсолютно непрочное и ненадежное. Ну, вы скажете, ну, подожди, Армен, о чем ты говоришь? Потому что, посмотри, в Подмосковье и разные города многие дома строятся из дерева. И, конечно же, вы будете правы. Но я хочу сказать, что здесь Библия говорит о том, что придет время, когда огонь испытает. И если вы знаете, что когда дома, которые построены из дерева, и если туда зажечь или бросить огонь, вы знаете, что с ним случится? Потому что такие дома загорают моментально. Они загораются дотла, и от этого дома ничего не остается. И, конечно, ты можешь построить свой дом из дерева, но когда придет огонь, испытать этот дом, мы увидим, что от него ничего не осталось. Но что за люди, или какое отношение, каким отношением эти люди приходят к Богу, к церкови, или что-то делают для него люди, которые строят из дерева? Это люди, которые говорят так, сделаю позже. Но потом я это сделаю. Но я потом приду к нему. Но я потом буду служить ему. Но, может быть, когда состаришь, тогда и все, что-то сделаю. Я верю, что мы, люди христиане, мы должны думать времени сейчас. Господь дал нам именно сегодняшний день, когда мы можем что-то сделать для Его Царства. Когда мы постоянно откладываем свои дела на потом, то это говорит о том, что мы строим свой дом из дерева. Потому что, когда придет момент, когда она будет испытывать нашу жизнь, мы увидим, что то, что мы отложили на потом, оно очень больно нас ударит. Может быть, ты уже такое делал, когда откладывал свои дела на потом, и потом оказалось, почему я это не сделал вовремя? И в такие моменты ты понимаешь, что откладывать дела на потом, это не очень хорошо. Это не такое сильное основание, на чем можно строить свой дом. Извините. Такие же люди, которые стоят из дерева, это люди, которые говорят, я думаю, что всегда есть что-то лучше. Люди, которые не могут найти что-то и успокоиться. Они постоянно в поиске чего-то лучшего. Лучшей церкви, лучшей девушки, лучшей жены. К сожалению, некоторые даже, наверное, так думают. Люди, которые не могут принять то, что есть. Люди, которые могут остановиться на том, что Господь им дал, и взять это, и просто быть благодарным этим. Но нет, они постоянно ищут что-то лучше. И эти же люди иногда говорят «да» и не делают. Знаете людей, с которыми ты договорился о чем-то, что они должны что-то сделать? Они говорят «да, я это обязательно сделаю». И проходит время, и этот человек ничего не делает. Библия сравнивает этого человека с деревом. Он говорит, этот человек строит свой дом на дереве, который не может держать свое обещание. Но я вам скажу, дорогие друзья, если ты что-то пообещал Богу, сделай в тот же момент. Никогда не откладывай на потом. Библия говорит, если ты дал обещание, исполни это, как ты это можешь. В тот момент, когда у тебя появилась возможность, сделай это и не замедлий с этим. Поэтому никогда не откладывай свои дела на потом. Если ты можешь это сделать, никогда не говори «да» и при этом не делай. Потому что если у тебя такое отношение, если ты в маленьких вещах не можешь быть верным, то и над многими вещами Господь тебя не поставит. Если ты молодой человек, и ты сегодня дал обещание о том, что ты перейдешь, например, в церковь этого воскресения, или дал обещание, что ты придешь и будешь служить, и ты этого сейчас не можешь делать, то ты не сможешь и в будущем дать обещание своей жене, своей семье, что ты будешь им верным, что ты можешь находиться и будешь находиться с ними до конца своей жизни. Поэтому мы должны быть внимательными, мудрыми, чтобы строить свой дом на правильном основании. Следующее о том, на чем можно строить, это Библия говорит о том, что следующее, на чем можно строить, это драгоценные камни. Драгоценные камни — это слава самого Бога, который нас освящает. Это люди, которые могут сказать, что это того стоит. Я люблю таких людей, потому что это люди посвященные, люди, которые готовы жертвовать всем для Господа, потому что, значит, они говорят, это того стоит. Такие люди меня вдохновляют. И таким был наш Господь Иисус Христос. Когда Он пришел в этот мир, Он пришел для того, чтобы умереть ради каждого из нас, ради меня и ради тебя, для того, чтобы мы имели с тобой вечную жизнь. И я думаю, что когда Он думал, когда Он был на небе, идти и умереть ради человека или нет, я думаю, Он согласился фразой такой, это того стоит. Да, я люблю Его, я люблю людей, и я сделаю все для того, чтобы спасти их. И знаете, что когда мы служим нашему Господу, мы должны быть настолько же открытыми и настолько же готовыми, чтобы что-то сделать для Господа, словами «это того стоит». Служить Богу — это нелегко. Служить и делать различные вещи — это всегда жертва. Но знаете что? «это того стоит». Если ты любишь Бога, если ты любишь проводить время с Ним, если ты любишь ее церковь, тогда ты будешь говорить «это того стоит». Многие из нас здесь сейчас в церкви, мы сейчас снимаем, ребята делают большое дело, потому что верят, что это то слово и то послание, которое мы сейчас снимаем, благословит людей, которые нас смотрят. Поэтому мы жертвуем нашим временем и различными вещами, потому что верим, что это того стоит. Поэтому будь человеком, который жертвенный, который готов что-то сделать для Господа, несмотря ни на что. Это называется драгоценные камни. Люди, жаждущие Бога. Люди, которые служат Ему безмерно, которые готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы Царство Божие распространить до краев земли. Итак, следующий человек, который строит свой дом, это серебро. Серебро — это мудрость и разум из Писания. Серебро — это человек, который говорит «дело в приоритете». Дело в приоритете. Я знаю мои приоритеты. Я знаю, что важно в моей жизни. И я никогда их не поменяю с местами. И знаете, что мне нравится, что в Церкви «Слово жизни» в Москве мы, молодежи, говорим так, что неважно, где мы будем, неважно, в каком городе и стране мы будем, если этот день воскресный, то мы обязательно находимся в Церкви. Я уже 2005 года, как христианин осознанно, который пришел к Господу, с того момента я не пропустил ни одно воскресное собрание. Почему? Потому что я понял, что один день, воскресный день, я хочу быть в Доме Божьем. Я хочу славить Его, я хочу молиться, я хочу находиться среди верующих людей, я хочу быть в Доме Божьем. И это для меня приоритетно. И даже когда бывают разные мероприятия, может быть, классные концерты или разные такие мероприятия, куда бы, может быть, и хотелось пойти. Может быть, ты сам сталкивался этим. Когда день воскресный, тебе надо идти в церковь, но есть так много соблазнительных вариантов, куда можно еще сходить. И в этот момент проявляется твоя вера, появляется твой фундамент, проявляются твои материалы, на чем ты строишь. Я строю на том, что у меня правильные приоритеты, и я хочу ходить в церковь каждое воскресенье. Или другая сторона, что ты посвящаешь время для своей семьи. Ты знаешь, что есть день, когда ты посвящаешь своей жене или мужу своим детям, своим родителям. Ты отдаешь им внимание в полной мере. В моей семье принято так, что в воскресенье мы ходим в церковь. Понедельник — это семейный день, когда мы проводим его вместе. Поэтому мы должны в своей жизни принять правильные приоритеты, расставить все правильно, чтобы ничто и никто никогда не смог сбить нас от правильной пути. Поэтому, дорогие мои, будьте мудрыми, как Библия говорит. Будьте мудрыми, «Стройте свой дом из серебра». И последнее, чем можно строить свой дом, Библия говорит, это золото. Золото — это вера и терпение, прошедшие испытания. Золото — это вера и терпение, и прошедшие испытания. Знаешь, что золото — это то, к чему можно прийти. Золото — это то, что, может быть, в самом начале у тебя нету этого предмета. Но твоя жизнь, которая в постоянстве приносит в твою жизнь золото. Другими словами, если твоя вера была испытана, если твоя вера была испытана со временем, Библия называет это золото. Я хочу прочитать одно местописание, которое пастор Мацулов в этом году тоже делился оттуда и говорил нам. И это местописание из Иова, 23 глава, 10 сих. Он говорит, «Но известен ему мой путь, пусть он испытает меня, и я выйду, как золото». И мы видим, как Иов здесь смело говорит о том, что если придет испытание в моей жизни, я знаю, что я выйду, как золото, потому что моя жизнь, я уверен в Боге, потому что не только я сегодня уверовал, потому что я верю в Бога и сегодня, и завтра, и 10 лет назад, и все другие времена моя вера испытана. И знаете, чтобы наша вера была испытана, или другими словами, чтобы мы могли сказать, что наш дом из золота, нам нужно время, нам нужно время, и постоянное решение, которое мы принимали или приняли, например, то же самое, что ты будешь ходить в церковь каждого с Ксенией, надо год за годом подтверждать, подтверждать и подтверждать. И здесь он говорит, что если испытает меня, то увидим, что я выйду, как золото. Каждый строит, хочет он того или нет. Каждый из нас строит. Ты не можешь сказать, что я не строю свою христианскую жизнь. Либо ты строишь одними материалами, либо ты строишь другими материалами. Каждый должен смотреть, как он строит. И поэтому мы должны постоянно смотреть внутри себя и задавать вопрос, а правильный ли материал я использую в своей жизни. Правильный фундамент я положил в своей жизни. Давайте строить правильные вещи для того, чтобы, когда придет настоящее испытание, когда придет настоящий тест и Господь будет испытывать нашу христианскую жизнь, мы не оказались в ситуации, когда наш дом сгорел. Павел идет дальше и говорит о том, что у кого, он говорит так, что 14 стихе, он говорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из-за огня. И здесь он говорит одну интересную мысль. Он говорит, если твое дело устоит, если ты строил свою христианскую жизнь на правильном основании, и когда придет огонь испытать тебя и ты устоишь, то ты получишь награду. И Бог здесь обещает награду. И, конечно, это классный бонус. Я думаю, что мы не должны служить Господу, любить Его и так далее, для того, чтобы получить награду. Но при этом Господь говорит, у меня есть награда для таких людей, которые постарались, которые потрудились, которые пожертвовали своей жизнью для того, чтобы сделать что-то для моего царства. И Господь здесь нам обещает, и Он говорит, о награде. И говорит также о том, что будут люди, которые построили свою жизнь, ну, потом сделают, да неважно, и так сойдет и так далее. Он говорит, их дела сгорят. Но с другой стороны, мы видим, Он говорит о том, что, ну, как бы они спасутся, ну, как бы из огня. Ну, типа, знаешь, ну, не должен, ну, как бы, ладно, ну, я же как-то люблю тебя, ну, проходи. Знаешь что, я хотел бы, чтобы мы, как христиане, мы не так пришли к Господу. Мы пришли уверенностью, верой. Мы пришли люди, испытанные огнем, очищенные, как золото, которые увидят Господа, и Господь будет смотреть на нас, говорить, я так рад, спасибо тебе за твою мудрость, спасибо тебе за твою верность, которую ты проявлял в течение всего этого времени. Давайте будем мудрыми, давайте будем верными, давайте будем строить правильными мотивами, правильные будем брать предметы, будем правильно строить свой дом, чтобы дом наш устоял. И хочу еще пару слов сказать о том, что он продолжает здесь мысль, говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, то в оба карает Бог, ибо храм Божий и свет, а этот храм вы. И Павел здесь говорит об одной истине, он говорит о святости. Он говорит о том, что ребята, не забывайте о том, что вы храм Божий. Если вы храм Божий, и Дух Святой живет внутри вас, если ты говоришь, что я храм Божий, если ты считаешь, что ты им являешься, напиши в комментариях, что ты храм Божий. И если ты считаешь себя храмом Божиим, где Дух Святой пребывает, это означает, что ты принадлежишь Господу. Твоя жизнь, твое тело, то, кто ты есть, ты принадлежишь Господу. И поэтому, дорогой мой, если ты принадлежишь Господу, тогда, если ты хочешь что-то сделать своей жизнью, ты в первую очередь должен прийти к Нему и спросить у Него, Господи, что ты думаешь об этом? Можно ли мне сделать это? Можно мне сделать это? Может быть, можно мне переехать даже в другой город? Я думаю, что мы должны спрашивать у Господа, когда речь идет о нашей жизни, что ты хочешь, потому что я верю, что мой дом — это твой дом. Поэтому я хочу спросить у тебя. Я вижу многих молодых людей, которые портят свое тело. Многие делают татуировки, пирсинги и всякие разные вещи. Я не могу сказать и не хочу сказать, что это грех, но я хочу сказать о том, что это местописание говорит о том, что наша жизнь и наше тело — это Божий храм. Но если это Божий храм, тогда я должен спросить у Него, что Он думает об этом. Либо ты так думаешь и спрашиваешь у Него, либо ты не спрашиваешь, потому что ты думаешь, что твоя жизнь, она тебе принадлежит. Поэтому нам нужна святость, нам нужно освящаться, нам нужно приходить к Богу и сказать, Господи, прости меня, если я что-то не так сделал. Если ты хочешь пережить Божье присутствие, тебе нужно освящаться. Потому что Библия говорит, что никто не увидит Господа. Без святости никто не увидит Господа. Я видел многих людей, которые приходят и говорят, я не слышу голос Бога, я не понимаю, почему Он со мной не разговаривает, я не понимаю, почему все слышат Господа, а я не слышу. И одна из причин, которая может быть, а правильно ли все в твоей жизни, является ли Господь твоим Господом по-настоящему, или ты называешь Его своим Господом, а твоей жизнью ты распоряжаешься, как хочешь. Поэтому нам нужна святость в это время, когда мы должны приближаться к Господу еще больше, чтобы Он очищал нас и помогал нам, помогал нам строить из правильных материалов в нашу жизнь. И последнее, о чем хочу сказать. Павел здесь говорит, что никто не обольшает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Я бы хотел, чтобы мы были людьми, которые не подделывают Слово Божие под себя. Мы иногда те вещи, которые нам очень хочется, мы говорим о том, что в Библии же об этом не написано. Но в Библии же не написано, что курить — это грех, поэтому я буду курить. Но в Библии не написано, что спать вместе с девушкой, например, не в смысле переспать. И мне, вот вы в одной комнате, вы лежите на кроватке, может быть, даже каждый отдельно в своей кровати. И вы вот так отдыхаете. И вы говорите, ну в этом же нету греха. В этом же нет ничего неправильного. Потому что Библия же не говорит, что парни и девушки нельзя находиться в одном помещении, когда нет других людей. Нет, Библия об этом не говорит. Но ты иногда свои желания исполняешь тем, что говоришь, что в Библии об этом ничего не написано. Ты начинаешь идти на компромиссы с грехом или начинаешь играться с грехом. Дорогой мой друг, который смотрит сейчас, прошу тебя, никогда не делай этого. Никогда не ходи по грани. Никогда не используй слово для того, чтобы сделать себе хорошо. Для того, чтобы восполнить свои желания. Никогда не меняй слово Божье. Не иди на компромиссы. Не делай этих вещей. Потому что ты рискуешь. Ты рискуешь потерять что-то. Ты рискуешь. Иногда хочется быть очень популярным. Иногда хочется быть как этот мир. Но Библия говорит, что этот мир, мудрость этого мира, это как безумие. Я знаю молодых людей, которые слушают различные песни и смотрят различные фильмы, которые не стоит смотреть. Ты скажешь, в Библии не написано, что нельзя смотреть эти фильмы и слушать эти песни. Но, дорогой мой друг, я хочу тебе сказать, чем ты наполняешь свой храм? Чем ты наполняешь свой дух? Хочет ли Бог, чтобы ты смотрел и слушал то, что ты смотришь и слушаешь? Поэтому, пожалуйста, не иди на компромиссы, не меняй Божье Слово. Будь радикальным для Него. Мы живем в время, когда Бог ищет для радикальных людей, которые будут в святости хранить свою жизнь для того, чтобы служить Ему, для того, чтобы быть солью на этой земле, для того, чтобы проповедовать Евангелие. Поэтому не подделывай Слово Божие. Какое твое основание? Церковь, культура, привычки? Или Христос? Я бы хотел, чтобы основанием нашей жизни был Христос. Наше христианство, я бы сказал, равно сражение. Мы должны сражаться за свою христианскую жизнь. Мы должны быть смелыми, чтобы идти иногда против системы, против тех вещей, морали, которые сегодня говорит мир, которые говорят, это нормально, нормально жить вместе, нормально делать эти и другие вещи, нормально слушать и смотреть это, нормально находиться в этом месте, нормально не ходить в воскресенье в церковь, да в принципе нормально не верить в Бога в наше время. И они просто атакуют нашу жизнь, объясняют, доказывая различные вещи. И Библия говорит, не смотри на эти вещи, не смотри на эти вещи. Мне нравится, последнее, что скажу сегодня. Знаете, что огонь, который придет в нашу жизнь. Мы говорили о том, что тест перед нашей проверкой, перед настоящей проверкой. Придет время, когда каждый из нас предстанет перед Господом. И каждое дело будет испытано. И знаешь, что общая вера не спасет тебя. Если ты думаешь, что люди, которые рядом с тобой стоят, прославляют Бога и ты вместе с ними, и у вас будет все хорошо, я не знаю. Но Библия говорит о том, что каждый из вас по отдельности будет испытан. И твоя христианская жизнь тоже будет испытана. И этот год 2020 помог многие вещи обнажить. Увидеть, правильно ли в своей жизни все или нет. Увидеть, есть ли вера настоящая в твоей жизни или нет. Поэтому, если ты увидел что-то из того, что мы сегодня говорили, может быть, в течение этого года ты замечал в своей жизни. Сейчас то самое время, когда ты должен исправить свою жизнь. Придеть к Господу и сказать, Господи, прости меня, потому что я строил свою христианскую жизнь не на правильном основании. Я делал это, потому что я хотел угодить людям. Я ходил в церковь, потому что, чтобы мои друзья не говорили, а ты что не ходишь в церковь? Я молился для того, чтобы ради галочки сказать, что я молился. И если ты строил на таком основании свою христианскую жизнь, я хочу сказать, тебе нужно покаяние. Тебе нужно прийти, Господи, и сказать, прости меня, Господи, что я искал все на свете, кроме Тебя самого. Поэтому в это время, в последнее время, нам нужно правильно основание, которое является Иисус Христос, и нам нужны правильные материалы, которые мы будем строить в Царстве Божьем на этой земле. Огонь не смотрит, насколько красиво выглядит твой дом, но испытывает, насколько стойко и крепко он стоит. Поэтому, дорогой мой, не важно, как ты выглядишь, как там у тебя, а ты показываешь и транслируешь свою жизнь. Важно следующее, если придет сложности и трудности, если придет огонь, чтобы испытать твою жизнь, останешься ли ты христианином или нет. Итак, я хотел на этом вопросе оставить тебя, чтобы ты мог задуматься, подумать об этом и провести время с Богом, испытать свою жизнь и изменить некоторые вещи, которые ты считаешь, что нужно изменить. Читай Библию, читай это местописание сам еще раз в своем доме, в своей квартире, где бы ты ни находился, пускай Слово Божие испытает тебя. И в конце давайте помолимся коротко, чтобы Господь нам всем помог. Дорогой наш Небесный Отец, спасибо тебе за слово, которое мы сейчас читали и размышляли. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты помог каждому из нас, чтобы мы испытали свою жизнь, испытали свою жизнь, Господь, испытали и посмотрели, что не так. Если мы строим на соломе или на дереве, или на каких-то непрочных основаниях, Господь, я прошу тебя, помоги нам это увидеть. Помоги нам увидеть это и изменить это во имя Иисуса Христа. Отец, прости нас за то, что мы не всегда любили тебя больше всего другого, не любили ближнего, как самого себя. Мы просим тебя, помоги нам измениться, быть настоящим христианином во имя Иисуса Христа. Итак, это то, что я хотел сказать, но я думаю, что у вас в конце остался вопрос. Вы подумали, почему я так одет? Почему, Армен, ты так оделся в эту одежду? Знаете, что в наше время нас научили бороться с вирусом. Мы одеваем маски, одеваем одежды, некоторые одевают очки, перчатки. И это, знаете, такой внешний признак того, что мы защищаемся от каких-то внешних угроз. Но я хотел одеть сегодня то, чтобы показать вам следующее, что помимо болезней, которые гуляют на улице, есть еще одна болезнь, которая сильно влияет на нашу жизнь. Это называется грех. И знаете, что мы так часто думаем о внешних вещах, но есть внутренние вещи, о которых мы забываем. И поэтому, когда грех на улице, когда ты идешь куда-то, когда ты посещаешь какие-то места, когда ты открываешь интернет, там может быть вирус, который может повлиять на тебя. Поэтому, дорогой мой друг, я бы хотел, чтобы ты также задумался об этом. Задумался об этом. Что ты смотришь, куда ты идешь. Пускаешь ли ты вирус, грех в свою жизнь или нет. Будь бдительным. Смотри в оба. Смотри на Иисуса Христа. Строй свое основание из правильных материалов. И пускай Господь тебя благословит. Аминь.